Человек-ящер, карлик-симбиот, шестирукий синий жадина, кибернетическая херня, а главное, изюминка нашего шоу, ее зубастое величество Мелина. Добро пожаловать на шоу уродов. Показали трейлер второго Комбат Пака. Там три персонажа, скинчики, бла-бла-бла, короче, все понятно. И так все сами знаете, я, как обычно, опаздываю с видео. Но я предлагаю сразу перейти к вопросам насущным. Самый громкий это Мелина, а точнее ее внешность. В общем-то, сообщество бомбануло от вида этой ублюдской таркатанской пасти. Но, ребят, она реально криповая. Но, минуточку, стоп. Она ведь и должна быть такой, а? Да-да-да, в прошлой части Мортал Комбат она была довольно милой, несмотря на таркатанскую пасть. Потому что у нее там были губы. Казалось бы, мелочь, а как влияет на внешность. Но еще не забывайте, что Мелина клон Китаны. Там и Китана была, в принципе, сама по себе симпатичнее. Как по мне, Мелина из десятой части, это ее лучшее воплощение. Причем, как во внешности, так и в характере. Я действительно ожидал, что она будет выглядеть, ну, примерно так, что ли. Клон Китаны с таркатанской пастью. В итоге, имеем, что имеем. Я этому тоже не рад. Но хочу напомнить, что, не считая десятой части, Мелина всегда примерно так и выглядела. Вот ее первое появление во второй части, а вот Мелина из девятки. Это ее каноничный образ. И почему-то тогда ее фанаты не жаловались. Наверное, внимание от пасти отвлекло кое-что другое, да? Сейчас вопрос к тем, кто больше всего жалуется. А, собственно, чего вы ждали? Да, во времена постклассики, Мелина была секс-символом серии. Ее печатали на обложке Playboy, и через откровенные постеры с ней продвигали игру среди мужской аудитории. Но стоит ли напоминать, что сейчас общественность против этого? И хорошо, что она не выглядит, как барака в парике. А, черт. Так она и выглядит, блин. Еще смею напомнить, как пять лет назад, когда выходил десятый Mortal Kombat, ее фанаты поголовно орали из-за того, что схерали у Мелины отросли губы. Типа это не канон и так далее. Ну да, история о Мелине и ее загадочных губах, которые то появятся, то отвалятся. В любом случае, это не повод паниковать. Хотите красоты? Смотрите на Синделлы Джейд. А вот Мелина изначально была уродливым, подчеркиваю это слово, клоном Китаны, который прячет под маской свою пасть. И пусть прячет дальше. Ну или давайте зафорсим хэштег «Верните губки, странные Незеры». А вот с Рейном дела обстоят совсем иначе. Впервые со времен Армагеддона он выглядит как мужик-ниндзя, а не персидская принцесса с этим хвостом на голове и в маминой ночнушке. При этом он сохранил узнаваемый облик. Его костюм по-прежнему украшают золотые узоры. Помимо прочего, в трейлере мы увидели классный Наруч, который очевидно используется в бою. Чисто внешне мне очень понравился Рейн. Именно со времен Армагеддона мне перестала нравиться его внешка, а вот теперь это реально тот самый ниндзя из Ultimate Mortal Kombat. Но есть и неприятный момент. Нам снова продают Рейна. Он попал только в расширенное издание третьей части, попал в основной ростер в Армагеддоне, но это не в счет, там были все, а затем, получается, во второй раз становится DLC. Почему к этому бойцу так несправедливы? Неужели он не заслуживает места в основном ростере? Что касается этих двоих, просили, получайте. Мне особо нет дела до Мелины, ну есть да есть. Но вот Рейну я очень рад. Он был третьим в моем списке ожидания. А вот теперь, что касается Рэмбо. Еще один боец с огнестрелом, господи. Как назовем игру? Counter Combat или Mortal Strike? Из трейлера, конечно, непонятно, что это будут за бойцы, но почему-то касательно Рэмбо, у меня хорошее предчувствие. Не знаю почему. Я ожидаю, что это будет быстрый боец, в котором чувствуется такая оттяжка. После Терминатора я не удивляюсь вообще никаким гостевым, и давно смирился, что от них никуда не деться. Поэтому трезво смотрю правде в лицо, и просто надеюсь, что как боец, персонаж будет хорошим. У него не то, чтобы очень интересная история внутри своей франшизы, но если хотите, я запишу о нем видео, и вкратце расскажу. Нам еще только предстоит увидеть геймплей этих троих и узнать, что это за персонажи, но уже по некоторым скриншотам можно понять, что они обзаведутся новыми движениями и спецприемами. Это логично. А помните аргумент против Мелины, что ее движения теперь используют Китана? Или аргумент против Рейна, что он стал частью Шан Цуна? Интересненько вышло, правда? Но действительно есть ощущение, что их не планировали изначально. Даже трейлер выглядит так, словно его делали на скорую руку. Но мы не знаем этого наверняка. Единственный вопрос, который я хочу озвучить, неужели это все? Никита с канала Сейда довольно подробно рассказал о вещах, которые указывают на то, что персонажей больше не будет. И с этим трудно спорить, потому что есть факты. Но и верить не хочется. Ведь еще остались места в ростере, мы так и не получили Эрмака, Хавика, арену пирамиды Аргуса, нормальных киборгов. И вообще обещали 2 года поддержки, а прошло только полтора. Незерелм. Где мои еще полгода полноценной поддержки? Бабки отбили и забили? Честно, не хочется верить, что это финал. Это не совсем тот ростер, которого мы ждали. Да, персонажей множество, но огромная часть из них, это одноразовый проходняк на одну игру. Скажу за себя, я недоволен. Я не ною, хотя очень хочется, но блин. Смоук, Эрмак, Сайрекс. Ладно, ладно, я ною, да, да, я ною. Короче, ребят, пока надежду не оставляем и следим за новостями. Персонажи должны выйти одновременно, вместе с этими непонятными скинами. Хотя скин Скарлетт напоминает ее образ в комиксе МКХ. В общем, впереди еще 3 бойца, а также не забываем про фильм, поэтому выше нос те, кто расстроился. Не расстраивайтесь. Залетайте в мою группу ВК, пишите мне в личку, не стесняйтесь. Заходите в чат, буду рад со всеми обсудить новости. Я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok